Множество людей по всему миру каждый день отправляются в новые путешествия. Кто-то собирается в соседний город на простую прогулку, встречу одноклассников или концерт любимой группы, другие же ездят за рубеж на самостоятельный отдых или по работе. Неважно, по какой причине человек попадает в новый город, но если у него там нет знакомых или родственников, то возникает необходимость найти подходящее жилье. Именно поиск места проживания становится самой сложной задачей для людей, которые сталкиваются с новой культурой. Ведь многие отели и гостиницы не предоставляют сайты на русском, а телефонном разговоре тем, кто не знает языка можно сразу забыть. Снимая жилье, нужно понимать, где именно находится гостиница. Чтобы не остаться ночевать на улице, можно воспользоваться замечательной системой подбора жилья, booking.com. Этот сервис пользуется огромной популярностью по всему миру. Его главная особенность в том, что здесь можно найти дешевую крышу над головой за считанные минуты. Множество фильтров позволяют ориентироваться по цене за ночь, наличию номеров, дополнительным услугам, расположению и т.д. Важно, как показывают статистические данные, приводимые сотрудниками сайта, в день бронируются 300 тысяч номеров от Анапы до Парижа. Отмена бронирования на Букинге у новых пользователей часто возникает мысль о том, могут ли отели обмануть на Букинге. Интересной особенностью являются постоянные оповещения о том, из какой страны только что забронировали номер в выбранном отеле. Так можно понимать, насколько это место пользуется популярностью у отечественных и зарубежных туристов. Огромный выбор мест размещения заставляет пользоваться именно этим ресурсом. Независимо, где планируется отдых, всегда можно найти уйму вариантов, исключением являются только Северная Корея и еще несколько стран. Всего в распоряжении пользователей сайта имеется более 200 тысяч отелей, гостиниц и хостелов из 164 государств. Обратите внимание, компания всегда дает гарантию на возможность бронирования отеля без дополнительных наценок. Также постоянно проводятся различные акции, которые завлекают посетителей в определенные отели сниженной ценой. Поэтому, отвечая на вопрос, как лучше бронировать отель через Букинг или напрямую, можно уверенно выбрать первый вариант. Сам сервис не получает ни цента с клиента. За счет этого полностью исключается возможность мошенничества на Букинге, вознаграждения за найденных посетителей поступают от самих гостиниц. Как оплатить на Букинге за бронированный отель? Многие люди, впервые обращающиеся на сайт, рассказывают о сомнениях, безопасно ли бронировать на Букинге. Это вполне обоснованная реакция, ведь при броне номера Букинг требует ввести CVC, CVV-код, номер банковской карты и указать срок действия карты. Любой человек начнет переживать, когда он вынужден предоставить такие данные. При этом опасения проходят, если разобраться, зачем Букинг запрашивает данные карты. Необходимо понимать, что прямая оплата жилья происходит непосредственно во время заселения, сайт не списывает деньги. На Букинге просят ввести номер карты BCVC-код для гарантии брони. Единственная мера для отеля – проведение прямой предавторизации. Эта возможность позволяет сотрудникам отеля заморозить нужную сумму для оплаты проживания, получив доказательство того, что гость заселится. Как отменить бронь на Букинге без штрафа, когда пройдена регистрация в отеле, следует проверить, доступны ли замороженные средства. Если они не были разблокированы, сразу после въезда стоит попросить администратора сделать это. Важно, иногда банки могут задерживать разблокировку финансов до 30 дней, поэтому нужно быть к этому готовым и взять достаточно средств. Иногда внимательные посетители сайта могут найти несколько разных ценовых предложений на один номер и задумываются надежно ли бронировать отель на Букинге. Такие ситуации действительно бывают, и ничего удивительного в этом нет. Номер со сниженной стоимостью может иметь некоторые ограничения, самые популярные из них – отсутствие возможности отказаться от брони, не предусмотрено питание. Скидка действует только на определенные даты. Поэтому стоит внимательно проверять каждое предложение на сайте. Увидев хорошую цену, многие туристы тянутся к кнопке «Забронировать сейчас», а потом расстраиваются, когда не получают завтрак или пароль от Wi-Fi. Не стоит бронироваться, пока виза не получена. Забронировав номер через booking.com и предоставив подтверждение с сайта консулу на собеседовании, он не будет брать его во внимание. В связи с этим лучше сначала получить визу, а потом заходить на сайт для поиска подходящего места проживания. Также привлекает возможность совершенно бесплатно осуществить отмену брони за один день до заезда. Это очень удобно, если вдруг поездка срывается или переносится. Благодаря такой возможности клиент не рискует абсолютно ничем и не потеряет средства, как в случае с предоплатой. Важно! Некоторые отели ужесточают правила и разрешают отменять бронь за 3-7 дней до заселения. Следует перечитать правила брони, если произошла чрезвычайная ситуация и необходимо отказаться от поездки. Чтобы убедиться в том, можно ли доверять сайту booking.com, следует разобраться в том, как именно происходит защита данных. Этот сервис не стал бы настолько популярным, если бы не имел хорошую систему безопасности. Особенность booking заключается в том, что данные отправляются в отель по факсу. Кажется, что этот метод устарел, но на деле он является самым надежным, ведь его невозможно взломать. Архивные записи со всеми персональными данными клиентов сотрудники отеля уничтожают в течение недели с момента выселения постояльцев. Обратите внимание, бывали случаи, когда недобросовестные сотрудники отелей незаконно списывали средства с карт клиентов. Но такое случается крайне редко и только в малоизвестных отелях. Booking заботится о своей репутации, в случае такого нарушения закона отель отключается от системы, за счет чего несет значительные потери. Кроме того, клиент всегда может спросить, как поступить в такой ситуации, обратившись в органы правопорядка. При утечке средств с банковской карты постояльца наказания понесет именно отель. При получении персональных данных гостей, гостиница обязуется обеспечить их сохранность. Если она этого не делает, то нарушает законные условия договора, что становится причиной значительных репутационных потерь, ведь теперь никто не захочет селиться в отель, где могут украсть средства с карты. Важно! Несмотря на это, все же стоит перестраховаться от махинации. Можно установить лимит на снятие средств через интернет-банкинг. Преимуществом сайта является то, что он не берет никаких средств с пользователей. Его компетенция заканчивается лишь на передаче данных, а дальше уже гостиница производит запрос на транзакции. За счет этого при снятии лишних средств всегда можно оспорить операцию. Поэтому каждый клиент знает, с кого спрашивать, на чей адрес писать заявление в полицию или подавать в суд. Также это позволяет говорить, что мошенники на букинге не сидят. Поэтому вопрос, обманывают ли гостей на букинге, можно считать закрытым. На просторах интернета нередко встречаются похожие сервисы, предоставляющие услуги на более выгодных условиях. В таких ситуациях необходимо понимать, насколько аналогу букинга можно верить. Иногда они могут озвучить просьбу о предоплате, или допускают утечки данных. В таком случае лучше отказаться от использования этого ресурса. На этом сайте используется самая современная система безопасности, что позволяет без раздумий ответить на вопрос, можно ли вводить номер карты на букинге, утвердительно. Booking.com предоставляет услуги на прекрасных условиях, также он обеспечивает сохранность финансов своих пользователей. Огромное количество посетителей являются самым главным подтверждением безопасности сервиса и того, что разводов на букинге нет. Не один год им пользуются тысячи путешественников по всему миру, а случаи утечки данных единичны. Вот почему букинг смог занять лидирующее место среди подобных компаний, а его систему расчета с отелями называют доверительной. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok